Всем привет! Вы на канале GadgetMoney. Сегодня я постараюсь развеять мифы о том, что капсульные кофеварки и кофе в капсулах это дорогое и не совсем интересное занятие. Давайте начинать! Поехали! Я кофеман, я люблю пить кофе, но, к сожалению, я пью его либо в турке, что очень-очень редко, либо в капельной машине, либо непосредственно обычно растворимый, говорят, что это не кофе, а вообще какой-то... ну, в общем, рядом не стояло с кофе. Хорошая, качественная кофе-кофеварка стоит порядка 40-50 тысяч, но есть Алиэкспресс и его T-Mall, там вы можете найти по ссылкам в описании варианты в районе 25-35 тысяч, и это... если у вас есть такие деньги, то это отличный выбор для того, чтобы варить вкусный, хороший кофе. Но я не делаю все очень просто, я делаю все через пень-колоду, поэтому надо поэкспериментировать именно с капсульным кофе. Я вник в этот вопрос, разобрался. Существует три вида капсул Nescafe, Tassimo и Dolce Gusto. Соответственно, три вида производителей кофеварок, которые делают под эти непосредственно капсулы свои кофемашины. Устройство самой капсульной кофемашины простое. Вода протыкает капсулу и под давлением варит, шпарит все это дело. Чем больше давление в барах, тем, скажем так, вкуснее и насыщеннее кофе. Но, опять же, покупать капсульную кофемашину за 9, 10, 15 тысяч рублей, это не мой вариант. По одной простой причине, что это просто тупо дорого, у меня нет таких денег на кофе. Но хочется поэкспериментировать, и поэтому я выбрал вариант Dolce Gusto. Это капсулы непосредственно с разными вариантами напитков, от черного до напитков на основе кофе. Латте макиято, капучино и вот это вот все. Погуглил информацию, и самой доступной кофемашиной для капсулы Dolce Gusto является Krups. Народный выбор за 3,990 на Яндекс.Маркете. И продается у вас в городе, наверное, во многих магазинах, в том числе в МВидео. В МВидео есть купоны, можно скинуть косарь от этой суммы, соответственно, 2,990. Капсулы в среднем стоят по акции 200 рублей за 8-16 штук, в зависимости, какую акцию найдете, я имею в виду про Dolce Gusto. Все остальные стоят примерно так же, есть во всех районах вашего города, во всех магазинах. Поэтому большой выбор именно Dolce Gusto, именно логотипы под капсулы под Dolce Gusto, как бы привело меня к тому, что я выбираю непосредственно эту систему и эти капсулы. Но перед тем, как поехать в МВидео, сделать заказ и поехать туда покупать эту машину, я хочу посмотреть в местном супермаркете, может быть, там есть по какой-нибудь акции залежавшийся товар и найти кофеварку под эту систему капсул непосредственно просто в обычном супермаркете. Давайте посмотрим. Продолжение следует... В общем, друзья, вы все видели сами, ценники такое себе, видео, конечно, дешевле, плюс можно применить промокоды. Если не знаете, где и как взять промокоды, ссылочка на меня, точнее на группу мою ВКонтакте будет в описании под этим видео. Промокоды сейчас существует 1000 от 334 и 1000 от 5. Значит, кофеварочки за 3900 нету, есть чуть-чуть дороже получается, она как бы считается поновее, то есть получше моделька. Все тоже давление 15 бар, но в общем, об этом подробнее сейчас решу брать. В общем, решение принято, обусловлено это несколькими причинами. Надо брать то, что есть в наличии, во-первых, потому что она новее, модель получше, емкость бака для воды побольше, соответственно, гарантия та же, применяется купон. Опять же, повторюсь, если не знаете, где взять купон для видео, пишите по ссылке в описании, там я вам помогу. Ну, все купоны, соответственно, стоят каких-то денег. Ну и, собственно, заказик сделал, цены, конечно, я еще погуглил, посмотрел в другие магазины, цены просто аховые. Может быть, сейчас спрос на кофеварке, фиг его знает. Сейчас посмотрим, что у меня получилось в этом видео. Ну и совсем забыл сказать, значит, моделька у нас есть за 3990, минус скидка, но их практически в наличии нет в городах. Посмотрите, опять же, по ссылке в описании пройдите, может быть, вам повезет больше, чем мне. И, соответственно, вы сможете ее взять за 2 990. Ну а моделька, которую выбрал я, она стоит 6 990 минус 1000, а это 5 990. Ну и, соответственно, как бы в два раза новее, в два раза типа дороги. Присутствует вот такая вот пломба, коробка не вскрывалась, срок годности кофе до 2019 года. И я сейчас это все дело вскрою на камеру. Давайте откроем, посмотрим, что там внутри. Все-таки на улочке лучше, чем дома. Лумбочку вскрываем. Я неоднократно вам говорил, что лучше такие покупки вскрывать на камеру, в том числе и на смартфоны, потому что если что-то будет происходить, тем самым у вас будут доказательства, если внутри что-то не так или не соответствует описанию или еще что-то. Открываем. Здесь у нас ручка. Внутри вот таким вот образом все упаковано. Документация понятна на русском языке и на других. Здесь у нас документы. Далее, что у нас идет? Вот такой вот наборчик ознакомительный, для того, чтобы вы поняли, что есть разные вкусы и где это все дело приобретать. Открывается. И внутри у нас вот такие вот капсулы. И также способ, как их приготовить. Отдельно дозапишу непосредственно уже после того, как дома установлю там, где она будет стоять, и засниму, как работает это все дело с копией. Красный кабель. Об этом написано в описании. Опять же, если интересно по техническим характеристикам, пройдите по ссылочке в моем видео и посмотрите, почитайте отзывы и так далее. Еще вот такой вот буклетик. 700 рублей внутри. Обязательно почитаем. Ох, нелегкое это дело. Секундочку. Я обратно не запихаю, короче. Коробочка внутри пустая, больше ничего нет. Так, наверное, проще это сделать таким макаром. Посмотрим. Здесь одна из деталей. В общем, сейчас скрывать на улице не буду, но это одна из составных частей, которая вам пригодится, чтобы кофеварка работала так, как она должна работать. Ну и, собственно, сама кофеварочка, чтобы вы понимали, выглядит это все вот так. Красный шнур, это прям космос. Сейчас я ее поставлю на постаментик и сниму первый раз с нее после завода. Делается это все в Китае, но компания Крупс якобы европейская. Вот такая вот черно-белая расцветка. Еще также есть полностью черная и полностью красная. Я нисколько сейчас подрю и нисколько не жалею, что я на самом деле взял черно-белую. Смотрится очень-очень симпатично. Как вы считаете? Напишите об этом в комментариях. В общем-то, это был первый взгляд на капсульную кофеварку и видос про то, что является это каким-то мифом, что капсульное кофе – это дорогое. Посмотрим. Кстати, по кофе. Упаковка по акции такого кофе стоит 339 рублей. Можно найти в супермаркете. Так она стоит 500, здесь 16 штук. Есть еще с молоком, там 8 плюс 8. То есть надо применять сразу две капсулы. Считайте сами, сколько у вас чашка кофе хорошего заварного получается. Конечно, может быть, не по 3-4 раза в день пить, но чашечку хорошего добротного кофе в день вы будете употреблять. Также надо добавить, что емкость для воды, та, которая подешевле была, но не была в наличии, там емкость 0,6 литра, это на 2-3 чашки, да, а здесь непосредственно литр. Ну и та, которая подешевле, она более, скажем так, шатковалка стояла на поверхности, по отзывам, судя по отзывам, это все-таки потяжелее, и у нее вот эта сама поверхность, как бы достаточно, ну, в общем, она массивная, и не должна от вибрации все это дело, не должно гулять. Внешний вид очень-очень крутецкий. После того, как все распаковали, принесли домой, подключили, достаточно интересно смотрится в любом интерьере, на кухонном столе, либо вообще на кухне. У меня, собственно, стоит там, где мы непосредственно пьем кофе, чай, кушаем. Кофеварка выглядит следующим образом. Она работает очень просто. Здесь есть несколько делений от количества воды, которую вы хотите, и которые есть в рецептуре напитка, до кнопки включения-выключения подачи холодной или горячей воды. Больше ничего не надо думать, делать и придумывать. Бак на один литр. Заливается вода у нас из-под крана. Сюда ставится чашка. Эта штука поднимается, если у вас, допустим, маленькие чашечки, если вы варите эспрессо, то можете поднять, для того, чтобы у вас это все дело не разбрызгивалось. По поводу капсул. Пока в наличии вот был стартовый набор. Купили латы макиято, кортадо и детский несклик. Собственно, сейчас будут готовить самый красивый напиток. Это латы макиято, слои молока и между ними кофе. Ну и шоколадка здесь у нас мука в качестве премьера тоже будет присутствовать. Сам кофе, соответственно, заваривается с капсул. Вот так вот они протыкаются. Вот так подача именно сюда ставится капсулам. Больше ничего вам делать не надо. Есть напитки, которые содержат в себе приготовление из двух капсул последовательно. Сейчас на стрелатом макиято делается из двух капсул. Сначала подается молоко, потом подается кофе. Некоторые напитки такие, как, допустим, Несклик. Это просто капсулу ставил, нажал на кнопку и больше ничего делать не надо. По стоимости капсулы для систем Dolce Gusto самые доступные. На них часто есть распродажа. Я вам уже говорил, что вы можете купить эти капсулы. Ну, просто, в принципе, в магазине рядом с вашим домом. Без разницы. Магнит, пятерочка, еще что-то. Сами капсулы выглядят следующим образом. То есть, это вот обычная капсула. Нескафе Dolce Gusto, латы макиято. То есть, это первая капсула, которую мы сейчас будем запихивать в кофеварку и варить. Очень удобно показывается, видите, слило деление, насколько непосредственно надо будет указать деление на самой кофемашине. Это прикольно. Давайте начинать. Первую капсулку загружаем. Закрываем. Ставим сюда. Водички у нас хватит. То есть, я поставил вот сюда. Я сделал так. И у нас сначала пять штук. Пять делений должно быть. Раз, два, три, четыре, пять. То есть, вот этой штукой я делаю пять. Давайте еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. Поверяшись. И делаю следующим образом. Налилось у нас 170 миллилитров молока. Все. Машина отключилась. Капсулу мы... Соответственно, давайте пока это все в стороночку. Капсулу мы снимаем аккуратно, горячо. Имейте это в виду. Открывается. Капсулка скидывается. Да, вот я сейчас снимаю, поэтому немножко все это дело неаккуратно делаю. Мы же у меня аккуратные люди. И вставляется вторая капсула для того, чтобы приготовить до конца напиток. Закрывается. На этой капсуле, на этой части, скажем так, напитка надо поставить всего лишь два. Все. И опять включить. И сейчас будет происходить магия. Вот под давлением у нас капсула открылась. И напиток у нас выливается. То есть это настоящий заварный кофе с молоком. Латте макиято. Прикольно, да? Все. Кофе готово. Приятное кофе пить. Я сейчас шоколадку возьму и все дела. По вкусу добавляется сахар. Кому-то он нужен, кому-то нет. В некоторых напитках он присутствует. В общем и целом, в принципе, как на картинке, в принципе, как и обещали. Латте макиято с натурального кофе готово. Я считаю, что предрассудки и мифы, рассуждения о том, что капсульные кофеварки это дорого, непрактично. Если вы, допустим, ходите в общественные фастфуды, такие как Макдональдс и другие компании, там KFC, Бургер Кинг, чашка хорошего латте стоит 99 рублей. Пачка капсул из 8 штук стоит 300 рублей по акции. То получается, 3 раза сходив в Макдональдс и купив себе по 3, то есть по 1 чашке кофе, вы непосредственно сможете купить и пить неделю каждое утро такой кофе. То есть, в принципе, это не так дорого, как об этом многие говорят. Но кофе получается вкусный, кофе получается красивый. И в жизни, когда каждая минута на счету, кофе получается очень-очень быстро. Поэтому как-то так. На этом, пожалуй, все. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Обязательно пишите в комментариях, что вы супергерой. Хэштег Дональд Даг. Напишите мне, пожалуйста, понравилось ли вам мое рассуждение насчет капсульных кофемашин и кофеварок. Я считаю, я свое, короче, рассуждение, как бы, рассказал. Вам посоветовал, что купить. Если нужны промокоды, обращайтесь по ссылкам в описании. Покупайте, пейте вкусный кофе и будьте, как говорится, счастливы и здоровы. Не забываем, что проходит розыгрыш в чате в Телеграм. Подробные условия есть в предыдущих видео. Обязательно найдите, примите участие. Разыгрывается Xiaomi Mi Band 3. Очень простые условия. Буквально минута и вы участник. Совсем скоро увидимся. Смотрите мои другие видео. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok